всем привет всех рада приветствовать на этом канале меня зовут ольга и сегодня долгожданное видео как и обещала мы будем обсуждать и знакомиться я уже открыла посылочку и познакомилась до пришла посылка сайта ss я заказала марку the ordinary это уход за лицом забегу вперед и уже говорила что уход классный не очень сильно понравилось конечно же я вам рекомендую уже готовится даже новая партия новая посылочка которую я планирую заказать то есть уже практически собралась скоро буду заказывать обязательно потому что все позиции которые мне прислали это просто уникально моя кожа сказала спасибо восприняла и поэтому мне не терпится вам рассказать поэтому усаживайтесь поудобнее наливайте чай в кофеек и мы будем с вами вместе рассматривать и знакомиться с теми позициями которые я заказала так что поехали итак пришла посылочка вот в такой вот коробке от ну с сайта ss сейчас стали продавать там эту марку то есть все было упаковано все было замечательно да это марка the ordinary канадская создана в канаде там есть очень много направлений порядком десяти связано с уходом за волосами за телом за лицом так что можно линейки разные за ordinary это самое дешевое экономное не люблю слово дешевно эконом эконом линейка которая в которой в каждой позиции есть компонент который самый главный один или два в основном один и именно этот компонент который нужен нам для ухода либо это там ретинол либо это витамин c либо это там кислота и так далее то есть либо это там любая кислота и глюколевая молочная кислота то есть разные компоненты можно заглянуть на их не сайт есть официальный сайт у них я так понимаю как вон в америке да то есть как бы сайт потом есть на других каких-то сайтах тоже они мелькают эта марка и но я вот именно с сайта с заказала в принципе доставка была была в течение 10 дней даже но они максимум отмечают что в течение двух недель должна прийти но мне доставка пришла в течение 10 дней очень даже быстро но это как обычно как я усахер доказываю то же самое все прекрасно в бэксборе я забрала в свою посылку как обычно и в принципе все замечательно картонно все упаковано все замечательно в картоне лежали вот такие вот штучки как всегда знаете о чем о чем речь то есть как всегда там американский воздух как мы говорим или еще что то дальше значит пришло вот такое вот как это информация моем заказе да заказ был создан 15 ноября и когда мне пришло я сейчас не помню если честно говоря я заказала 5 позиции и сегодня мы как бы и познакомимся я уже познакомилась конечно же уже попробовала девочки это просто сказка для моей кожи это просто сказка может быть для кого-то это банально может быть для кого-то это ничего себе особенного для меня это действительно выход из положения это действительно ответы на мои вопросы связаны с моей кожей и мне очень сильно понравилось систем с чем я и сказала что уже заказывать и забирают вторую посылочку. Итак, значит, не будем долго ходить вокруг да около, потому что, надеюсь, что видео будет недолгим, но всё равно интересно. Так что оставайтесь до конца, и будет очень-очень интересно. Первое, что хочу вам показать, давайте начнём, это их незнаменитый гликолевый тоник. У меня как бы здесь тоже есть подсказка, чтобы вам не быть голословной, и чтобы вам поподробнее рассказать, чтобы познакомить вас. Значит, гликолевый тоник 7%, 7%. Я знаю, что его сравнивают с Pixi с 5%, но я думаю, что сравнивать вообще какие-то либо разные марки нет смысла, и я этим не занимаюсь. И, значит, что это? Это тоник для лица, вот в такой вот коробочке. Коробки все уникальные, они такие вот белые, очень плотные, очень классные. Это тоник для лица, не подходит для чувствительной кожи, как пишут они, нежно отшелушивает кожу, улучшает структуру кожи и цвет лица, содержит экстракт женщиневого корня, алоэ вера для смягчения кожи. Используется всего один раз в день, объём 240 мл. И перед использованием всегда рекомендуется провести тест на кожу, то есть, чтобы понять, будет ли какая-то аллергическая реакция, как вообще кожа восприняет этот тоник. Я знаю, многие отзывы колоссальные, одобрительные, многим нравится, просто класс. Я знаю, что многие отзывы также раз-два попробовали и не стали его применять для лица, начали применять его для тела, и там как бы нормальные результаты. Конечно, я тоже переживала, как воспримет моя кожа, потому что мне хотелось бы, чтобы этот тоник, тем более с таким объёмом 240 мл, пошёл именно на моей коже. Здесь правильный pH, очень правильный для такого тоника 3,6. Наш pH составляет 5,5. Здесь пониженный pH, потому что мы отшелушиваем кожу, и он мягко отшелушивает. Значит, тоже, как сказала, коробочка очень добротная, очень качественная. Значит, здесь лежала вот такая вот штучка, это крышка, чтобы, как это сказать, не пипетка, а с таким вот отверстием, чтобы меньше расходовался, я так понимаю, экономно расходовался тоник. Значит, открывается всё, сам находится тоник. Вот такой вот объёмчик. Цвет у него достаточно такой, ну, не знаю, бежевый какой-то, да, такой немножко. С открытием можно использовать 12 месяцев, здесь пишется. Конечно, по-русски ничего нету. Открывается крышка. Видите, здесь очень достаточно большое отверстие. Чтобы не было, сразу скажу, запах. Запах очень мне нравится, очень приятный, чувствуется, что это действительно кислота. Ну, то есть, с кислотой, да, это всё сделано, с глюколевой. Вот. И вот такая вот надевается, и чтобы экономно всё это было, здесь делается отверстие, естественно, на ватный диск, либо на ладошки. Я и так-так пробовала, но, конечно, на ладошки это более экономно, то есть, не втирающими, опять же, прикладывающими движениями, как я уже рассказывала с предыдущего видео, мы это всё делаем. Объём достаточно большой, очень экономный. Ну, если экономно, нужно лить горой, и, как бы, знаете, быть неэкономной. Но нет, это я экономно использую. И, значит, 7%. 7% это действительно такая хорошая дозировочка. И поэтому, естественно, для ней, для каждой кожи, для чувствительной кожи, как и рекомендует производитель, быть осторожным. Но моя кожа, она, вы знаете, она чувствительная в какой-то степени, но больше она даже не чувствительная, аллергичная. И моя кожа очень плотная. И я это уже прекрасно знаю, и, в принципе, я была уверена, что он мне подойдёт. Да, и он мне подошёл. Очень тоник мне нравится. Это, конечно, мой не первый тоник гликолевый. И сайт iHerb я заказывала, и от Елизабеки я заказывала. Елизабека, как там, правильно? Вот. Тоже с кислотами. Но этот тоник мне понравился. Он действительно мягко отшелушивает. Он действительно для меня, допустим, очень мягкий. И, как бы, делает свою работу. Мне очень сильно понравилось. Поэтому, в принципе, хороший тоник. Если вы уверены в своей коже, она у вас плотная. Не говорю о жирности, о плотности кожи, да. Что она достаточно... Но если вы использовали другие какие-то там пилинги гликолевые, я использовала 10-30%. Всё зависит от производителей. Знаете, у каждого производителя своя интенсивность этого пилинга. Поэтому мне, в принципе, понравилось. Достаточно хороший, очень классный тоник. И я вам рекомендую. И, конечно же, я ему прям поставлю 5 с плюсом. И буду обязательно им пользоваться. И пользуюсь, в принципе, каждый день, как и рекомендуют, что надо пользоваться ежедневно. Дальше следующее. Давайте по поводу пилингов, да, продолжим. Значит, приобрела я вот такой вот же... Нет, не то. Приобрела пилинг с ашакислотами и бэчей. Значит, ашакислоты 30%, бэчей 2%. Тоже здесь pH 3,6. То есть, правильно, pH, чтобы хорошо это всё... У нас воздействие на лицо было хорошее. Значит, это средство, как и сказали, с пилингом 30%. 2% альфа-оксикислоты, да, правильно говорить. И 2% бета-гидроксильной кислоты. То есть, не выговоришь прям вообще. Значит, вот такой же коробочке тоже всё аккуратно, всё качественно. Очень всё хорошо сделано. Значит, я держу всё в коробке пока. И думаю, что дальше буду держать. Открывается, всё то же самое. И мы достаём вот такой вот бутылёчек, вот с такой вот пипеточкой. В основном все, все их позиции, вот эти вот, ну, разные позиции, они состоят вот в таких бутылках с пипеточками. Значит, здесь бутылёчек достаточно такое матовое стекло. И как мы уже успеем заметить, он такого цвета кровавого. Да, когда делается пилинг на лице, он у вас кровавый. Так что не пугайтесь. Значит, вот этот пилинг, что я могу про него сказать, вернее, как заявляет производитель, это пилинг на основе кислот, создан для отшелушивания кожи. Ну, в принципе, все пилинги, они для этого и созданы. Осветляет кожу, делает её цвет более равномерным. При регулярном использовании улучшает структуру кожи и делает мелкие морщинки менее заметными. Содержит B5, способствующую заживлению, и чёрную морковь, действующую как антиоксидант. Действует как морковь, как оксидант. Да, действительно так оно и есть. Вот у меня крем для глаз, там тоже есть морковь, не чёрная. И оно классно действует, как оксидант. Используется не более двух раз в неделю. И также рекомендует производитель перед использованием обязательно протестировать на небольшом участке кожи, чтобы понять, как отреагирует кожа. Я уже пользовалась два раза, и мне понравилось. Знаете, мне понравилось. Значит, нанесла я на 10 минут, смыла прохладной водой, чтобы нейтрализовать кислоту. И в следующий раз хочу попробовать даже на 15 минут, потому что, ещё раз повторюсь, что я знаю свою кожу. Я не всем, не рекомендую никого, не учу ни в коем случае. Повторять за мной не надо. Это всё индивидуально. Вы должны сами чувствовать и знать свою кожу. И, конечно, 10 минут мне даже было маловато. Почему? Потому что у меня есть пилинги, которые 30-процентные, тоже есть пилинг сайта iHerb, марка Йос, кажется, называется. Он сильнее, он агрессивнее, этот мягче. Это намного мягче. Может быть, в связи с ПАЖ действует так. Я не знаю, почему здесь 30-30, но этот мягче действует, и тот сильнее у меня. И тем я даже могу сжечь. Даже если, допустим, недавно я делала, пару дней назад, 8 минут. И где-то даже участки какие-то у меня вот здесь, а то здесь я сожгла. Поэтому с тем вообще надо, вообще никому практически малым количеством рекомендуется. Но этот, да, я могу рекомендовать. Но если у вас можно держать и 2-3 минуты, в принципе, начинать с этого. Он мягкий, не такой уж сильно агрессивный. Честно могу вам сказать. Вот такая вот консистенция. Да. Как водичка. Ну, она не совсем как бы сильная, как водичка. Но всё равно плотность какая-то есть. Значит, вот такой вот пилинг. Классный пилинг. И буду дальше пользоваться, как и кислотным тоником, так же и этим пилингом буду пользоваться. И уже, конечно, уже в пустых баночках я вам расскажу мой полный окончательный вердикт. Как и что понравилось, не понравилось, буду ли заказывать заново. Ну, первое впечатление очень замечательное. Дальше по поводу... Давайте я вам расскажу ещё одну такую штучку. Это молочная кислота. Молочная кислота 10% плюс герлоновая кислота. Какой процентности здесь не скажем. Кстати, каждая позиция идёт бутылечек по 30 мл. Только у них идёт тоник 240 мл. Итак, тоже такая же коробочка. Кстати, здесь хотела вам сказать, с открытия 12 месяцев можно пользоваться. Тоже такая же коробочка, тоже с открытия 12 месяцев. Тоже я уже попользовалась. Молочная кислота. Всё то же самое открывается. Такой же бутылечек с такой же пипеткой. Бутылечек уже тоже матовый, но более светлый. Там может быть тёмный из-за кровавого оттенка. Значит, тоже с пипеточкой. И он такой вот тоже, как водичка идёт. Да, такого бежевого немножко оттенка. Значит, что здесь нам заявляет производитель? Здесь 10% молочная кислота для поверхностного пилинга. Уменьшает воспаление и повышенную чувствительность. Содержит очищенное зерно тасманского перца. Наносите один раз в день вечером. Так, не используя с другими кислотно-содержащими средствами. Не использовать у них есть такая позиция ЕОКУ-134 или с сыворотками, с пептидами. Перед использованием рекомендуется проверить на небольшом участке кожи. Ну и так далее. И что могу сказать по поводу этой молочной кислоты? Очень-очень классно. Вот это я могу рекомендовать всем. Вот действительно могу рекомендовать всем. Действительно она работает. Я вообще восхищена этой маркой. Честно вам могу сказать. Ихними расценками. Ихними качествами. То есть, цена соответствующая качеству. Очень классно. То, что эту молочную кислоту я буду заказывать вновь. Это 100%. Даже не дожидаясь пустых баночек, я могу вам и об этом сказать. А там есть 5% это 10%. Ну, я сразу заказала 10%. Потому что, опять же, повторюсь, я знаю свою кожу. Что она у меня такая толстая кожа плотная. Слава Богу. И как бы я могу ей пользоваться. Да, ей пользоваться нужно каждый день вечером. Я ей пользуюсь практически каждый день. Если я не делаю какие-то другие процедуры. То, что у меня каждый вечер свои какие-то процедуры. Либо это кислоты. Либо это ретинол. Либо вот эта вот молочная кислота. Я отсниму обязательно видео. И расскажу про свой уход. Чем я пользуюсь и утром, и вечером. Так что не забывайте подписываться на этот канал. Ставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Потому что следующее видео тоже будет очень интересным. И мы будем с вами долго и много говорить об здоровье, и о красоте, и о молодости. Чтобы нам быть красивыми, здоровыми и молодыми. Так что, если даже это видео вам понравилось, не забудьте поставить пальчики вверх. Итак, молочная кислота. Есть и миндальная кислота. Насколько я знаю, она самая такая щадящая. Самая легко и щадящая от шалушевы. То есть там вообще молочная тоже. В принципе, как бы это... Насколько я знаю, молочная кислота, то, что у нас идёт до 4-5%, это идёт как эффект увлажнения и увлажняет кожу. Молочная кислота, то, что уже свыше, это идёт щадящее лёгкое от шалушевания. И поэтому так оно и есть. Вы даже не заметите, у вас ничего не будет облизать. Нету никаких аллергических реакций, никакого жжения. Может быть, лёгкое-лёгкое покалывание, то в зависимости от кожи, и то может быть в первые несколько дней, а потом всё будет замечательно. То, что здесь ещё есть гиалуроновая кислота, соответственно, это очень тоже классно. Здесь, так, нет, здесь пиаш не написан. То, что это классная штучка. То, что касается высыпаний. Действительно, как заявляет производитель, так оно и есть. То есть высыпание, когда что-то у вас выскочил прыщик, или вы чувствуете там, да, где-то там комедончик, или там подкожное что-то, вы тут же вот, даже вот отдельно, не то, что вот там я на ночь намазала, да, и стою с утра, и чувствую, что на ночь намазываю, с утра встаю, и оно подсыхает. То есть оно не агрессирует, оно не прогрессирует, оно не в воспалительном процессе. Оно чувствуется, что всё, оно его притупляет, подсыхает, и там через пару дней оно вообще исчезает. Даже с утра я отдельно просто капельку наношу на это место, где у меня есть воспалительный процесс. Ничего страшного, потому что, ну, по-любому приходится наносить крем СПФ обязательно, обязательно. Даже если зима, и даже если нет солнца. И, либо какие-то у вас есть, может быть, версии, я не знаю, праймер с СПФом хорошим, или тональное средство, всё равно нужно наносить. И всё равно я наношу это, под крем это средство, чтобы оно ещё больше работало. Очень здорово и очень классно, вообще супер. То, что касается самой консистенции, как оно реагирует, всегда все консистенции, то, что я рассказываю, какие у них действия. У них они сначала такие, покрываются лёгкой плёночкой, чуть-чуть липковатые, то, что даже витамин С, там, ретинол, но дайте просто время поработать. Не переживайте, даже если вы наносите в утренний уход, или там вечерний, но вечерний, как бы, там не надо никуда идти, да, и то не ложитесь сразу спать, то есть до сна, там, допустим, сделайте свою процедуру за час. И дайте поработать. Вы знаете, некоторые средства, как бы, 5 минут достаточно, некоторым там максимум 15, и всё это проникает вглубь, вглубь кожи, и работает, и ничего такого нету липкого, страшного, ничего у вас не будет, я вас уверяю, хорошо проникает и хорошо работает. Любое ихнее средство, да, первоначально имеет, а лёгкую плёночку, лёгкую липкость, но оно остаётся на какое-то время, потом это всё уходит, и ничего страшного нету. Так что присмотритесь, молочная кислота, молочная кислота, классная версия, классная штучка для высыпаний, для отшелушивания, и вообще улучшает цвет лица, и хорошо работает с кожей, и хорошо, классно всё делает свою работу. Всё классно и всё супер. Это, наверное, слово будет звучать в этом видео несколько, да много раз. Но действительно я могу вам рекомендовать, потому что я, наверное, все попробовали, кроме меня, как всегда, но я восхищена, и я радуюсь этому. И следующее, значит, это у нас была третья позиция, четвёртая позиция. Давайте мы с вами дальше то, что связано... То, что связано у нас с отшелушиванием, то, что связано у нас, я не знаю, с работой с кожей, с омоложением, это ретинол, их не ретинол, у них есть разная линейка ретинола, у них есть на эмульсии, у них есть на скволане, 0,2%, 0,5%, 1,2%, 5%, насколько я знаю. Я взяла версию, вы знаете, и также ретинол бывает разный, у них есть чисто ретинол, а есть и гранулированный, гранактиве. Это сейчас вам скажу точно. Секундочку, обязательно вам сейчас скажу. Не подготовилась, Оля, не подготовилась. Так, 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 так. Гранатив, это... Sorry. Значит, это получается гранактивный ретинол. Гранактивный ретинол, да. Вот это уже, он как бы ослабленный, и он, вернее, даже не ослабленный, это неправильное слово, он щадящий, и он очень лёгкий и очень мягкий. То есть, я пробовала ретинол, именно ретинол 1%, и им каждый день пользоваться категорично нельзя, потому что нужно дать привыкание к коже, нужно постепенно вводить его в уход, вечерний только уход, соответственно. И иначе вы просто можете сжечь кожу, отшелушивание идёт и так далее. Вот эту версию, которую я приобрела от этой марки, это на порядке, как бы сказать, выше, то есть не сложнее и не тяжелее, а легче. Гранактивный ретинол, и здесь 2%, и здесь в виде эмульсии. Значит, в виде эмульсии, что у нас заявляет производитель, значит, бурится с признаками старения, улучшает текстуру кожи, содержит две формы ретиноидов нового поколения, помогает достичь омолаживающих результатов лучше, чем при использовании ретинола. Видите как? Не вызывает раздражение кожи, ассоциируемое с другими средствами, содержащими ретиноиды. Внимание, ретиноиды могут повышать чувствительность кожи к ультрафиолетовым лучам, то есть излучению. Ежедневно используйте крем с СПФ, но действительно так оно и есть. Используйте только вечером, не используйте вместе с другими средствами, содержащими ретинол. И здесь тоже во время беременности кормили не грудью, рекомендуется избегать использования каких-либо средств, содержащих ретиноид. Да, действительно, он очень мягкий, нет ни раздражения, ни шелушений, ни каких-то облазиваний или что-то такое. Он со временем открытия действует 6 месяцев, то есть в течение 6 месяцев вы должны его использовать. Вот находится в такой вот барочке, уже затемнённое стекло, как вы видите, тоже с пипеткой. Он очень мягкий. Он очень мягкий, но есть это плюс на самом деле, потому что если мы наносим ретинол, то, как я уже сказала, каждый день ни в коем случае, постепенно кожа может отреагировать у всех по-разному. И моя кожа тоже реагировала, хоть она толстокожая, она реагировала. А реагировала, то есть агрессивно, как бы были, ну не то что ожог, а отшелушивание было прям такое хорошее. С этим средством этого не будет. С этим средством этого не будет, я вас уверяю. И действительно, для чувствительной кожи, это для новичков, это очень даже подойдёт, потому что, как и для новичков, я могу рекомендовать как молочную кислоту, так же вот этот ретинол, потому что он может хорошо воздействовать, хорошо делать свою работу. Конечно, это связано у нас, связано и как средство НТЭйдж, со старением, да, то есть с мелкими морщинами и не только. Значит, здесь уже на основе эмульсии, и как-то тяжело они, блин, открываются, хотя я им пользуюсь стабильно. Да, значит, на основе эмульсии вот такой вот цвет, как бы, знаете, такое молочко. Вот видите, да, молочко. То есть не могу сказать, что это водичка, это такая консистенция, как молочко. Да, когда вы наносите, я прям наношу. Здесь, да, вы можете уже втирать массажными как бы подушечками, значит, втираете в лицо по массажным линиям, обязательно, да, как бы даёте их больше впитаться, больше проникнуть в кожу. То есть такими действиями не просто вы как бы нанесли, а действительно как бы вы прям разглаживаете и помогаете в кожу войти, впитаться. И остаётся лёгкая плёночка, никакого покалывания, жжения нету, немножко липкость. И потом это всё проникает 15 минут, и ничего вы больше не увидите, не почувствуете, я вас уверяю. Так что это классная версия. И что плюс? Плюс то, что идёт накопительный эффект, и постепенно, постепенно потом вы увидите улучшение кожи, цвет лица, выравнивание кожи, мелкие морщинки уходят, если, допустим, вообще стабильно пользоваться. Чтобы увидеть вообще версию, как минимум месяц нужно пропользоваться, и вообще курс ретинола – это 3 месяца, поэтому мы используем его в зимний период. 3 месяца нужно пользоваться стабильно, чтобы не то, чтобы одну и ту же марку, да, вы можете разной марки пользоваться, но, допустим, одно вы пропользовались, купили другое, и следующее я тоже уже положила в посылку, чтобы заказать у них же и у этой марки только на именно ретинол 1% на сквалане. Это уже более агрессивная версия, более такая пожёстче, но я думаю, что я справлюсь, всё будет замечательно. А то, что это касается этой версии, оно накапливается постепенно, постепенно, некоторые даже этого любят, но я человек рискованный и люблю какие-то делать новые манипуляции, новые какие-то вещи познавать, и мне нравится, когда у меня так кожа обильная, с кожей обильно работает средство, поэтому я могу себе это позволить. А те, которые боятся, пожалуйста, вот версия, она вам достаточно, вот я вам поближе покажу, всё, она вам подойдёт обязательно, и прекрасное, прекрасное средство, рекомендую, очень классное, и постепенно, почему бы и нет, им пользоваться, и очень здорово. И последнее, что у нас осталось, о чём я хочу рассказать, да, это, конечно же, мой любимый витамин С, о котором я уже, как сказать, напоминала, говорила, заикалась в предыдущих видео, когда рассказывала о витамине С, очень люблю этот оксидант, который классно действует на нашей коже, на моей особенно. Значит, я заказала сыворотку от этой марки, аскорбалглюкозид 12%, тоже 30 мл, тоже нужно в 6 месяцев, в течение 6 месяцев использовать, когда уже вскрыли, естественно, я вскрыла, естественно, я уже попробовала. Что нам заявляет производитель, что это светляющая сыворотка со стабилизированным производным витамином С, растворимая в воде производная витамина С, аскорбилглюкозид, является более стабильным в воде, чем витамин С в чистом форме. Чистая форма – это аскорбиновая кислота. Помогает осветлять кожу, уменьшает визуальные признаки старения. Наносить можно как и утром, так и вечером. Также средство поставляется в бутылочке соев защиты, благодаря чему оно не теряет свою эффективность. Это говорит о том, что его можно не обязательно ставить в холодильник, можно его хранить на вашем туалетном столике, где вы храните. Наверное, даже без коробочки. Но я все средства храню в коробочке, потому что здесь, видите, тоже затемнённое стекло. Что могу сказать про этот витамин С? Классный витамин С. Вот он такого мутного цвета. Ну, в виде водички. Ну, не могу сказать, что прям водички-водички. Всё равно какая-то плотность есть. Когда наносится, нет никакого там раздражения. У меня, по крайней мере, шелушение. Тоже лёгкая плёночка, лёгкая как бы липкость. Потом это всё исчезает. И буквально сегодня утром я его наносила. Я всегда витамин С наношу в большей степени в утреннем уходе. Потому что вечерне мне есть что наносить. И в утреннем уходе. И что он классно делает? Он, конечно же, здорово-здорово работает. 12% – это, конечно, не маленькая дозировка. Это нормальная, хорошая дозировка. Здесь стабильная, конечно же, форма. То есть это непрямая форма аскорбиновой кислоты, которая может участвовать как пилинг. И тоже может вас сжечь. И тоже может нанести какие-то дефекты. С ним нужно быть осторожным. Обязательно хранить в холодильнике. И эта версия, конечно же, мягкая. Она действует тоже накопительно, постепенно. Очень классно выравнивает цвет лица. И очень классно подсвечивает из-под кожи. Знаете, идёт свечение. Тут же сразу, мгновенно. То есть вы сразу можете почувствовать свечение. Классно увлажняет. Вообще просто суперски. Потому что я ещё раз оговорюсь, что недавно сделала пилинг. И этим средством я, одно из средств, которое я увлажняю кожу, я спасаюсь. И мне очень нравится. Вообще суперски. Конечно, у меня есть другие версии витамина С, которые тоже нравятся. И с сайта iHerb. Там аскорбиновая кислота 5%. И я вам рекомендовала, кстати, где-нибудь здесь пущу ссылку, чтобы вы посмотрели предыдущие видео Леврана Марка. Тоже хорошая. Там вообще для новичков классная версия. Она и увлажняющая, и питающая. Вы знаете, там не сразу чувствуется свечение. Но я уже ей пользуюсь буквально 2 недели. И сейчас я вижу этот накопительный эффект и вижу свечение. И поэтому я ему тоже могу рекомендовать. Там вообще такая мягкая, хорошая форма. И для чувствительной кожи, и для новичков запросто пойдёт. Поэтому обязательно оставлю ссылочку. Присмотритесь к этой марке. И эта тоже марка может пойти для новичков. Нужно просто чувствовать, нужно пробовать, смотреть, какая реакция кожи. Для меня это, конечно, средство, не говорю, что очень сильное. Оно среднее для меня. Ну, имею в виду то, что какой у меня тип кожи. Но средство очень хорошее, средство замечательное. У меня, конечно, есть... Да, кстати, в следующей посылке я там две версии, их не позиция, с витамином С и другие заказываю. Чтобы попользоваться. Они более агрессивные, более сильные. И буду пробовать, буду смотреть. Так что, всё пусто. Вот такая вот коробка. Вот в такой коробке всё упаковано классно пришло. Так что, не бойтесь, заказывайте. Кто, может быть, переживал, не знает, как и что будет. Нет, всё замечательно. Всё супер. Поэтому, это, в принципе, всё, что я вам хотела рассказать и показать долгожданное видео марки The Ordinary. Надеюсь, что это видео было полезным. Вставляйте свои рекомендации, свои пожелания, отзывы. Пальчики вверх, кому не трудно. И не забывайте, не забывайте подписываться на канал, потому что будет впереди очень и очень даже интересно. Следующие ролики, следующие видео связаны с уходом, связаны с нашим здоровьем и со всеми остальными вещами, которые нам очень и очень важны в нашей жизни. Поэтому берегите друг друга, заботитесь друг о друге, ухажьте за собой. Всем всего хорошего. Всем пока-пока.